Алла Новикова проживает в этом доме с 85-го года. Говорит, с того времени ни разу не проводили ремонт в подъезде. Плату за содержание дома вносят исправно, но порядка никакого. С 85-го года вот такие постоянно проблемы. Никому ничего не надо. То заливало там, крышу лило, то вот здесь коридор залило мне всё, подцвело, ребёнок маленький, всё цветёт, все болеем, этот кашель, это просто ужас. С прошлого года в этой квартире начали протекать потолок и промокать стены. Во время дождя вода попадает в комнату. От этого здесь постоянная сырость. Женщина говорит, вся проблема в незаделанных швах. Их ремонтом также никто не занимался. Вот течёт, подцвело, грибок. Никому ничего не надо. Квартира подцвела. Я только сделала ремонт. Там мебель позаливала, двери перекосила. Ну, я просто не знаю. Так тут текло и по этому самому текло, и по потолку, и весь диван мокрый был. И он аж туда текло, и перегорел свет. Наверное, там коротило. Вчера шли-шли искры, а сегодня уже света нет. Алла Новикова не раз обращалась за помощью в коммунальные службы. Но всё безрезультатно. Там говорят, чтобы жительница привлекала подрядчиков и самостоятельно занималась ремонтом швов. Но женщина не в силах выполнять такие работы. У меня нет ни копейки доллара. Я на инвалидности. У меня 950 гривен пенсия. И я ещё должна своими силами делать. В колл-центре основания объясняют, мастер дома ещё не установил регламент выполнения ремонтных работ. Заявку обработали. В течение трёх дней обещают сказать о сроках будущего ремонта. Она принята в работу участком. Видно, мастер дома. Мастер дома ещё не установил регламент выполнения работы. Регламенты работы они устанавливают в течение трёх дней. Это уже пятая заявка Аллы Новиковой в основании за последний год. Надеется, что в этот раз коммунальная служба всё-таки сможет решить её проблему. Евгения Али, Дарья Зарянова, ТВ5.